Многочисленный отряд любителей охоты живет в ожидании очередного сезона, оставляющего массу положительных эмоций, так как каждое время года по-своему уникальна и неповторима. Традиционно отстрел животных происходит в три периода. Весенний отстрел дичи непродолжительный, он длится всего 10 календарных дней. Сезон охоты лето-осень, пожалуй, самый любимый охотниками, потому что он самый длинный и продолжается больше трех месяцев. А потом наступает время зимней охоты, продолжающейся в течение 30 дней. Каждый из периодов подразумевает отстрел определенного вида животных. Специфика весеннего сезона – это запрет на отстрел самок. В это время разрешается стрелять только самцов, некоторых птиц. Весной запрещается охотиться на гуся. Так как есть большая вероятность подстрелить гусыню, которая оперением и палатками практически не отличается от гуся. Запрещена стрельба по стаам уток, потому что можно подстрелить и самку. Поэтому у охотников существует невластное правило. Не знаешь, кто попал в прицел – самка или самец – не стреляй. Очередной осенний сезон охоты только начинается. И для того, чтобы он прошел благополучно и без нарушений, днем и ночью на охотничьих угодьях несут дежурство государственные охотинспекторы регионального министерства природных ресурсов. Путал же оружие, пожалуйста. Сверхи наберут. Сверим? Сверхи наберут. Не мусорим, мусор с собой. Не закапываем, так как лисы наши раскапывают. Удачи! До свидания! Курсов Александр Иванович. Охотничий билет имеется. Выдан Министерство природных ресурсов Старопольского края. Путерка на табучу имеется. Разрешение на оружие тоже министерство. Сверхи номер оружия. Оружие МР-43, на МР-9, 59, 369. Давайте целью посмотрим. 593, 69, и на основе нет. 593, 69, все. Все соответствуют. С правилами охоты ознакомлены. Удачного охоты. Спасибо. Проверили разрешение на охоту, охотничьи билеты, сверили номера оружия. У данных охотников вопросов не возникло. Кратко проинструктировали их нахождение охотничьих угодьях, чтобы не мусорили, соблюдали охотничий этикет, ну и вели себя достойно в данном мероприятии. На территорию республики Калмыкия на охоту приезжают также гости из соседних регионов, таких как Ставропольского края, Астраханской области. Заядлый охотник из соседнего Ставрополья Александр Просовов говорит, что он охотится, можно сказать, ровно с тех пор, как только встал на ноги, потому что его отец тоже был большой любителем охоты. Оружие ему купили 18 лет. Так что охотится он вот уже более 40 лет. Приехали в дружественную нам к Калмыкию, поохотиться на утку, на уся, половить рыбу. Ну, мне кажется, все-таки у нас поднимали этот вопрос. А в момент перевода надо бы попозже открывать охоту. Хотя бы, ну, на полмесяца, на месяц точно. Жарко еще. Дичь особо не летит. А вот закрывать попозже, где-нибудь в январе, числа 10-15. Ну, это мнение многих охотников. У нас 24-го открывается. Ну, тоже вот такая же проблема, потому что немножко рановато открывают. Сначала охоты прошло не так уж много времени. Местная утка в данном месте уже совершает свой перелет. То есть она уже отходит. Ну, уже лед слабый пока. Охотников тоже мало. Все-таки сказывается температура. Еще жарко. Сбор охотников ожидаем где-то в месяц, в октябре месяце. Да, уже начнется массовый перелет птиц. Ну, в основном, в данном месте охотится на болотно-луговую, полевую и водоплавающую птицу. Ну, в основном, это лысуха, утка. Оседний зимний сезон охоты в Калмыкии открылся 10 сентября и завершится 31 декабря текущего года. В соответствии с распоряжением в этот период охотник по норме может добыть 10 болотно-луговой, полевой и степной дичи, а также 10 особей водоплавающей дичи. Охота разрешена в общедоступных охотничьих угодьях на территории в Республике Калмыкия. Если в весенний период охота была разрешена лишь на белолобового гуся и селезня уток, то сейчас, как я уже говорил, на остальную водоплавающую дичь и болотно-луговую, полевую и степную дичь. Необходимо придерживаться правилам охоты, соблюдать законодательство, природоохранное законодательство и федеральные законы об охоте. Первая неделя нового осенне-зимнего сезона пока не радует любителей охоты. А впереди еще целых 4 месяца, которые непременно доставят истинное удовольствие и принесут удачу тем, кто, несмотря на все перипетии погоды, готов сделать все, чтобы вернуться домой хорошей добычей. Что могу сказать, ну пусть охотникам, чтобы они соблюдали правила охоты, все меры безопасности, так как уже сначала охоты бывали случаи в соседних регионах, летали исходы, злоупотребляли алкоголем, прежде всего беречь себя надо, ну и природу, конечно же, беречь, так как что-то оставить своим последующим поколению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова